В округе прошла очередная встреча с жителями. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и сотрудникам правоохранительных органов. Какие вопросы волновали жители, узнал Богдан Колесников. Встречу в формате выездной администрации провели на территории кадетской школы. Наибольшее количество обращений коснулись жилищно-коммунального комплекса, благоустройства дворов, скверов и парков. Татьяна Понятова часто прогуливается в Наташинских прудах. Это живописное место – одно из самых любимых у жителей округа. В тёплую погоду люперчане здесь загорают, катаются на лодках, катамаранах, подкармливают уток и чаек. Однако нынешнее состояние водоёмов беспокоит. Там же у нас была скважина, и она засорилась. В настоящее время мы совместно с пеками проводим определённую работу, и в ближайшее время трубу мы вычистим и пруды на пол. В следующем году у нас там запланирована глобальная реконструкция и благоустройство. Нам выделяют определённую субсидию, так что парк ещё более преобразится. На встрече рассмотрены коллективные обращения и вопросы частного характера. Старожил округа Анатолий Иванович пришёл походатайствовать за соседа. Я хлопочу о газе для моего соседа, инвалидов второй группы, в Томилино. Он живёт на улице Пушкина. В общем, один, а помочь некому. Вот решил ему помочь в этом деле. Обращение зафиксировали и взяли в работу. На контроле и другие поступившие от жителей вопросы. Многие из них решили на месте. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Продолжение следует...